На старте второй участник из 12, бейчанин Олег Ермилов. Как-то сразу не повезло, пришлось подождать, когда с линии уберут сломавшийся трамвай. Уже после своего практического этапа поделился, что с толку это его не сбило. Ведь и в жизни на линии всякое бывает, но с собой все равно остался недоволен. Самый конечный пункт не понравился, тем, что немного поторопился, с собой дверь забыл закрыть и не объявил об окончании испытания. Кстати, до выхода на линию водители сначала сдавали теорию, только потом практическая часть. Сам маршрут разбит на несколько участков, там есть 5 км в час, 30 км в час, экстренное торможение, место остановки, то есть все основные характеристики, которые у нас есть на линии, они все здесь показывают. Марина Сысоева из Барнаула, водитель опытный, ее стаж 11 лет, уже дважды была призером подобных соревнований. Вообще кабина водителя по правилам должна быть закрыта. Для нас сделали исключение. Уточним, сразу после ее стартов. Я вот сейчас даже не представляю себе другую работу, мне очень нравится водить трамвай. Вот здесь вот участок вот 30 км в час. Это уже хорошая скорость, да? Да. Вот дальше будет участок остановка. Нужно будет остановиться полностью на остановке, объявить остановку. Общаясь в перерывах, участники конкурса рассказали, что зарплата у них небольшая. Те, кто работает недолго, получают от 20 до 25 тысяч рублей. Поэтому участвовать в конкурсе, где за первое место дают 70, желали многие. Не все прошли. К примеру, Марина Сысоева купила недавно квартиру. Если займу какое-то место, получу туда, на ремонт, что-то вложу в квартиру, что-то памятное куплю. В этот раз Марина победила в сложной номинации. Она лучше всех владеет теорией. А весь пьедестал заняли ее коллеги из Барнаула. Так что известная фраза про домашние стены, которые помогают, вновь оправдала себя. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.